Друзья, всем привет! Рады видеть вас на нашем канале. Меня зовут Роман. И хочу поздравить от всей души наших подписчиков с наступившим Новым Годом и пожелать в Новом Году достижения поставленных целей, добра, любви и мирного неба над головой. Друзья, также напоминаю в очередной раз для тех, кто смотрит видео этой рубрики впервые, для тех, кто позабыл, что на аукционах, на корейских площадках контент снимается исключительно в ознакомительных целях. Здесь, напоминаю, мы показываем вам лишь примерное состояние автомобилей, контент поверхностный, поэтому в процессе съемок, в ходе осмотра автомобиля могу что-то пропустить, не показать по состоянию авто, не судите строго. Под заказ покупателя мы снимаем обзор совсем по-другому, он более тщательный и подробный. А для тех, кто хочет приобрести автомобиль из Южной Кореи, оставляйте заявку в нашем телеграм-канале. Ссылки на наши источники мы оставим в описании под этим роликом, смотрите ниже. Также в телеграм-канале, напоминаю, друзья, мы выкладываем контент эксклюзивный для наших подписчиков. Что подразумевается под эксклюзивным контентом? Это демонстрация наших автомобилей на стоянках и также показываем видео погрузки наших автомобилей. И многое-многое самое интересное выкладываем в нашем телеграм-канале, проходите туда. Также в нашем канале в телеграм сидят менеджеры, которые могут посчитать вам практически любой автомобиль в разные страны мира под ключ. В общем, переходите туда. Друзья, мы не будем долго задерживаться, автомобилей очень много, посмотрите. Покажем самые интересные варианты. В общем, мы начинаем, поехали. Друзья, начинаем мы вот с этого автомобиля, это Hyundai Santa Fe в белом цвете. Автомобиль я предварительно завел, чтобы показать, как горят огни. Посмотрите, шикарный вид спереди у автомобиля, хромированная решетка. Есть камера впереди, также у этого автомобиля. Но давайте заглянем в аукционный лист, покажу все характеристики по листу. Оценка аукциона АБ. Дизельный двигатель объемом 2.2. Полный привод, комплектация Prestige. 2021 год. Пробег на данный момент 51 тысяча километров. Далее смотрим состояние по аукционнику, никаких серьезных повреждений не заявлено. Есть, вот как показано по аукционнику, небольшие царапинки на заднем и переднем бампере. В остальном, как видите, все нормально, силовая система не ремонтировалась. Но давайте покажу кузов этого авто. Есть партроники, посмотрите, впереди хромированные элементы. Детский выглядит вот таким вот образом. Все не буду показывать. Сейчас, напоминаю, показываю лишь примерное состояние. Резина в порядке. Переходим на заднюю часть. Есть бесключевой доступ. В автомобиле всю кузовную часть покажу. Смотрите. Система H-Truck. Полный привод. Камера на крышке багажника тоже есть. Вот она, обратите внимание. Давайте заодно откроем багажный отсек. Продемонстрирую, как он выглядит. Открывается все нормально, плавно. Соединение посмотрите. Тоже для примера покажу. Следов скротки нет. И заглянем теперь непосредственно в сам багажный отсек. Аудиосистема крыла автомобиля установлена. Здесь защитные накладки присутствуют. Розеточка. И обратите внимание, есть на крыше панорамный люк. Шторка прикрывается. Дальше. Давайте взглянем, что у нас здесь. Ну, здесь у нас ниша багажная. Можно разместить автомобильный инвентарь. Здесь компрессор лежит. Автомобиль пятиместный. Третьего ряда здесь нет. Но есть дополнительная такая вот ниша с тремя отсеками. Тоже довольно объемная. Можно много чего полезного уместить. Таким вот образом выглядит багажный отсек. Закрываем и перемещаемся теперь в салон автомобиля. Посмотрим, что внутри. Открываем дверь. Есть бесключевой доступ. И на зеркалах также, обратите внимание, присутствуют камеры. Открываем дверь. Смотрим, что внутри. Присутствуют все таблички, стикеры. 20-й год на заводском шильдике. Сентябрь месяц. Дверная карта выглядит таким вот образом. Аудиосистема Крилл. Еще раз показываю. Присутствуют кнопочки памяти сидения на два положения. На дверной карте также. Панорамный люк на крыше. Серая крыша. С серым материалом обито. Есть электрогулировки на переднем водительском сидении. Все работают нормально. Как видите, все исправные. Давайте присядем. Покажу непосредственно сам салон. Изнутри, как он выглядит. Руль в чехле. Но надевают здесь руль зачастую не чтобы скрыть какие-то изъяны, какие-то потертости, а просто чтобы было удобно эксплуатировать, так сказать. Никаких, посмотрите, дефектов нет на руле. Здесь у нас на руле также расположен хансфрис левой стороны и круиз-контроль. Также присутствует с правой стороны адапинный круиз-контроль. Полностью цифровая приборная панель. Пробег 51 тысяча километров. Подрулевые лепестки. Из опций также перечисляю дальше. Присутствует удержание в полосе. Система курсовой устойчивости. Внизу кнопочка электроручника. На торпеде такой вот у нас лежит коврик. На центральной консоли присутствует дисплей довольно большой. Автомобиль заводится с кнопки push-start. Двух зон и климат-контроль в этой области присутствуют. Также кнопочки навигации, мультимедиа, кнопочный блок переключения передач. Обратите внимание. Автохолд. Подогрев левого колеса, партроники, камера, помощь при спуске из ассистентов также имеется. И также обратите внимание, здесь присутствует селектор подключения режимов вождения и режимов по покрытию. Все работает прекрасно. Все работает прекрасно. Посмотрите, переключается все без проблем. Анимация очень плавная, красивая. И также присутствует трехступенчатый подогрев и вентиляция передних кресел у пассажира и у водителя. Все работает, как видите, исправно. Но это все по стандарту. Подстаканники все, вот эти вот разъемчики, локотники есть. Передняя пассажирская тоже на электрорегулировках. В общем, такого вот состояния автомобиль, как видите, все нормально. Дефектов на этих серьезных нет. Закроем дверь, покажу вам, как выглядит задняя часть автомобиля. Аккуратно дверь откроем. Задний диван выглядит таким вот образом, посмотрите. Тоже кожаный, кожа с перфорацией. Обратите внимание. Двухступенчатый подогрев заднего дивана тоже есть. С обеих сторон он работает. И на задних дверях тоже имеются, посмотрите, вернее не тоже, а просто имеются шторки, закрывающие стекла. Подлокотник объемный, разъемчики, но, как видите, такого вот состояния автомобиля. В целом, нормальный автомобиль. Посмотрим, за сколько продастся. Идем дальше. Перед нами автомобиль Genesis GV80 в белом цвете. Автомобиль отлично выглядит. Множество хромированных элементов впереди. Решетка, эмблема, камера тоже есть. На решетке радиатора расположена. И также присутствуют партронники в передней части. Но давайте заглянем в аукционный релиз, посмотрим все характеристики. Оценка аукциона АБ. Бензиновый двигатель объемом 2.5, турбо. Полный привод. Пробег на данный момент 46 тысяч километров. 2020 года выпуска автомобиль. По кузову никаких серьезных повреждений не заявлено, посмотрите. Силовая система тоже не ремонтировалась. Давайте покажу всю остальную кузовную часть. Здесь, посмотрите, каким образом выглядят диски. Диски огроменные, резины Michelin. 22-е установлены, 265 на 40. Размер дисков. Немного здесь потертые. Кусочек отколот. Повторители на крыльях также расположены. Покажу, как выглядят автомобили сзади. Тоже есть патроники. Посмотрите, надпись Genesis. Есть камера на крышке багажника. И пассажирская сторона этого авто. Давайте заглянем теперь в салон. Покажу, что в салоне есть бесключевой доступ автомобиля. Камера на зеркалах. Небольшая потертость. Дверь откроем и покажу, что внутри. Все таблички, шильдики. 20-й год, апрель месяц. На заводском шильдике. Акустика здесь в автомобиле у нас. Лексикон установлен. Кнопочки памяти сидений на два положения. Светлый салон. Обратите внимание, кожа с перфорацией. Электрорегулировки все работают нормально. Не будем кожу трогать руками, чтобы не запачкать. Есть два люка на крыше. Дальше теперь давайте переместимся в эту область. Здесь у нас тоже есть ассистент различный. Держание в полосе, система курсовой устойчивости. Электроручник. Двухспицевая руль. Хэндсфрей. Круиз-контроль. Полностью цифровая приборная панель. 46 тысяч километров пробега. Здесь у нас дисплей, посмотрите, тоже огроменный. Климат-контроль. Беспроводная зарядка. Кнопочка запуска автомобиля. Шайба переключения передач. Видите, здесь у нас смена по режиму вождения и по покрытию. Есть электрорегулировки переднего пассажирского также. Элементы освещения в передней части на крыше. И давайте покажу заднюю часть автомобиля. Тоже посмотрим. Вот таким образом она выглядит. Посмотрите, здесь тоже все чистенькое, аккуратненькое. Есть подогревы, вентиляция трехступенчатая заднего дивана. Различные разъемчики. Здесь у нас, посмотрите, шторки на стеклах есть. В общем, состояние тоже, как видите, нормальное. Посмотрим, за сколько продастся. Этот автомобиль, друзья, вам могут посчитать наши менеджеры под ключ в нашем телеграм-канале. Проходите туда, оставляйте заявку. Все, все наши менеджеры обязательно ответят на ваш вопрос. Заявку, вернее. Дальше идем. Бюджет на автомобиле мы тоже показываем, друзья. Перед нами Kia K5 в белом цвете. В таком вот светлом оформлении. Тоже есть аукцион-лист. Давайте покажу, что по характеристикам. Оценка аукциона AD. Посмотрите, есть буковка О на задних дверях и на задних крыльях. Возможно, есть какие-то небольшие сколы, царапинки. Может быть, даже вмятинки. Бензиновый двигатель объемом 2.0. Комплектация Prestige. 2019 год. 51 тысяча километров пробега. Такие вот характеристики. Силовая система не ремонтировалась. Согласно аукционному листу. Показываю, как выглядит диск автомобиля. Вот таким вот образом. Диски 17215 на 55. Вижу небольшие потертости на порогах. Покажу, как выглядит автомобиль. Ну, я думаю, вы все прекрасно знаете, как выглядит этот автомобиль. Просто ради примера покажу, как он выглядит. Есть камера. Посмотрите на крышку багажника. Давайте теперь переместимся в салон. Бесключевой доступ есть в авто. Покажу, как он выглядит. Ну, примерно таким вот образом. 2019 год. Кожа с перфорацией. Задний диван. Немного потертый руль. 51 тысяча километров пробега. Аналоговая приборная панель. Климат-контроль двухзонный. Подогревы трехступенчатые. Камера. Автохолд. Драйв-мод. Подогрев руля. Вот такой вот набор опций. Посмотрим тоже, за сколько по итогу продастся. Таким вот образом выглядит автомобиль. Тоже такого вот рода автомобиль. Наши менеджеры могут посчитать под ключ в нашем телеграм-канале. Проходите туда. И также, друзья, хотел вам показать вот этот автомобиль. Chevrolet Traverse. В черном цвете. Тоже, посмотрите, шикарно смотрится. На черных дисках. Нет аукционного листа. Позже всю автомобильную информацию пропишу на экране. Цену тоже обязательно укажу. Диски черные. Шикарно смотрятся. Резина Continental. Размер дисков 20-255 на 55. Здесь у нас надпись Traverse. Черными такими вот буковками с красной окантовкой. Показываю заднюю часть. Шикарно смотрится автомобиль. Исполнение задних тоже габаритов. Выглядит отлично. Давайте откроем дверь. Есть бесключевой доступ. И кавера на боковых зеркалах. Открываем дверь. Заглянем внутрь. Смотрим. Заводской шильдик. 20-й год. Сентябрь месяц по нему. Различные тоже стикеры есть. Аудиосистема Bose. В автомобиле установлена. Акустика. Память сидений на два положения имеется. В черном таком вот оформлении салон. Посмотрите. Два люка на крыше присутствуют. Есть третий ряд сложенный. Электрогулировки тоже есть. Перфорация на сиденьях. Руль покрытый кожей. Подогрев. Хэндсфри на руле. Аналоговая приборная панель. Есть двухзонный климат-контроль. Трехступенчатый подогрев и вентиляция передних кресел. Небольшой дисплей на центральной консоли. Кнопочка запуска автомобиля с левой стороны. Коробка автомат. Удержание в полосе. Система курсовой устойчивости. В общем, набор опций, как видите, тоже обширный довольно. Слот для беспроводной зарядки. Капитанские сидения. В задней части салона. Покажу заднюю его часть. Вот таким вот образом выглядит автомобиль. Здесь у нас тоже есть климат-контроль. Для пассажиров заднего ряда. Трехступенчатый подогрев. Различные разъемчики. Штурок здесь нет. Такой вот автомобиль. Тоже посмотрим, за сколько продастся. По итогу. Есть на аукционе также вот такой автомобиль. Это Kia Sorento. В темно-синем цвете. Давайте заглянем в аукционный лист. Покажу все характеристики. Две буковки А. Оценка аукциона. Гибридная версия. 2021 года. Выпуск автомобиль. 50-2000 км пробега. Комплектация Signature Gravity. Полноприводный автомобиль. Дальше смотрим по состоянию кузова. Никаких серьезных повреждений не заявлено. Как видите, силовая система тоже в ремонте не была. В общем, такие вот характеристики. Есть камера. Посмотрите на решетки радиатора. Дальше теперь показываю. Партонники тоже есть. В передней части диски выглядят таким вот образом. Дальше идем. Есть камера на боковых зеркалах. И покажу остальную кузовную часть. Смотрите, как выглядит автомобиль. Не раз тоже показывали. Просто примерно покажу, как он выглядит. Для тех, кто не видел. Надпись Sorento. Есть камера тоже на крышке багажника. Давайте теперь заглянем в салон. Бесключевой доступ имеется. 20-й год. Декабрь месяц. На заводском шильдике. Дверная карта. Выглядит таким вот образом. Аудиосистема крыла в автомобиле. Есть кнопочки памяти сидений на два положения. Миксованная кожа. Посмотрите, нет, не миксованная. Это у нас пластик. Кожа у нас такого вот рыжего цвета. Есть панорамная крыша. Люк, вернее. Кожа с перфорацией. Электрорегулировки все функционируют должным образом. На переднем пассажирском тоже есть электрорегулировки. Различные опции также представлены. Показываю все. Автохолд. Помощь при спуске. Ну, в общем, различные ассистенты, как вы уже видите. Небольшая шайба переключения передач. Трехступенчатый подогрев и вентиляция передних кресел у пассажира и водителя. Двухзонный климат-контроль. Довольно большой дисплей на центральной консоли. И здесь у нас, посмотрите, руль обитой кожи, трехспицевый, hands-free, круиз-контроль, 52 тысячи километров пробега на центральной приборной панели. Здесь также опции различные имеются. Удержание полосе и система курсовой устойчивости. Закрываем дверь. Показываю теперь заднюю часть этого автомобиля. Вот таким вот образом выглядит задняя часть. Автомобиль, посмотрите, шестиместный. Имеется третий ряд сидений. Подогревы двухуровневые. Вернее, шторки, прошу прощения, на стеклах. И посмотрите, тоже есть также по дисплею на спинках передних кресел. Дефлекторы, разъемы, но, в принципе, остальное все по стандарту. Таким вот образом выглядит автомобиль. Посмотрим по итогу, за сколько сегодня продастся. Этот автомобиль, друзья, под ключ вам могут посчитать наши менеджеры стоимости этого автомобиля. Переходите в наш телеграм-канал, оставляйте заявку. Здесь у нас стоит автомобиль Kia Seltos в белом цвете. Давайте заглянем для начала в аукционный лист. Покажу все характеристики автомобиля. Две буковки B. Оценка аукциона начальная. 78 тысяч километров пробега. Двигатель дизельный объемом 1.6. Комплектация Нобля с передним приводом. По кузову, как видите, по правой стороне присутствуют замены, подкрасы. И силовая система в ремонте не была, как указано в аукционном листе. Покажу кузов автомобиля, как он выглядит. Есть партроники. В передней части хромированные элементы, диски. Таким вот образом, но, как видите, потертые по краю в этой области. Дальше. Теперь немного камеру поверну. Таким вот образом выглядит авто. Задняя его часть. Здесь камера тоже есть на крышке багажника. Вот она. И фромированные элементы тоже присутствуют. Бесключевой доступ также имеется. Показываю теперь салон. Заводской шильдик, 19-й год. Салон, как видите, такого вот оформления. Черная кожа с перфорацией. Люка нет на потолке. Руль покрытый кожей. Кройс-контроль. Аналоговая приборная панель. 78 тысяч километров пробега. Опции показывал, какие присутствуют. Вот они, посмотрите. Подогревы. Вентиляция трехступенчатая. Климат-контроль. Небольшой дисплей на центральной консоли. В общем, тоже посмотрим, за сколько по итогу продастся. Состояние вам примерное показал. Идем дальше. Здесь у нас стоит Hyundai Granger. Давайте эту щеточку уберем, чтобы не мешалось. Hyundai Granger. Тоже давайте заглянем в аукционалист. Есть он здесь. Посмотрите. Оценка аукциона. Две буковки А. Никаких повреждений по аукционнику не заявлено. Силовая система не ремонтировалась. Бензиновый двигатель объемом 2,4. 83 тысячи километров пробега. Комплектация Modern. 2019 года выпуска автомобиля. Вот такая вот автомобильная информация по аукционнику. Партроники есть. Тоже хромированные элементы в районе решетки радиатора. Диски показываю. Вот таким вот образом они выглядят. Диски 17 установлены. Ну и для тех, кто не видел этот автомобиль, покажу остальную кузовную часть. Тоже партроники. Надпись Granger на крышке багажника. И камера здесь тоже есть. Пассажирская сторона. Ну а теперь переходим в салон, друзья. Посмотрим, что в салоне. Безключевой доступ. Автомобили есть. Чуть ниже опустимся. 2019 год на заводском шильдике. Вот таким вот образом выглядит салон. Кожа с перфорацией. Задний диван показываю. Люка на крыше в этом комплектации нет. Руль кожаный. Покрытый кожей. Кройсконтроль присутствует. Аналоговая приборная панель. 83 тысячи километров пробега. Опции различные тоже показываю. Посмотрите, какие здесь есть удержания в полосе. Система курсовой устойчивости. Двух зон и климат-контроль. Небольшой дисплей. Часики. Драйв-мод. Партроники и камеры. Трехступенчатые подогревы. И вентиляция тоже есть, как видите. Посмотрим по итогу, за сколько продастся. Этот авто примерное состояние показал. И такой автомобиль мы тоже, вернее, наши менеджеры могут посчитать вам под ключ стоимость в нашем телеграм-канале. Переходите туда. Очень часто также просят показывать минивены. Вот один из представителей минивенов на аукционе встретился. Это Hyundai Star X. В таком вот черном цвете. С объемной и высокой крышей. Обратите внимание. Давайте заглянем в аукционник. В аукционный лист. Посмотрим все характеристики. Оценка аукциона АБ. 2019 года. Выпуск автомобиль. Это у нас лимузин. Шестиместный. Комплектация Exclusive. Полный привод. 109 тысяч километров пробега на данный момент. Двигатель дизельный. Объемом 2,5. По кузову никаких серьезных повреждений. Посмотрите. Не заявлено. Силовая система тоже, как видите, по ней никаких работ не проводилась. Таким образом выглядит автомобиль спереди. Показываю теперь диски. Посмотрите диск. Все смотреть не будем. Напоминаю, сейчас показываю лишь примерное состояние. Диски 17 и 215 на 65. Здесь у нас надпись лимузин. Пороги также присутствуют. Посмотрите внизу. Для удобного поднятия, так сказать, в салон. Показываю заднюю часть. Автомобиль очень объемный. Надпись Grand Starax. Камера тоже есть. На крышке багажника. Давайте теперь в салон заглянем. Дверь открою. Ну, как видите, салон таким вот образом выглядит. Аналоговая приборная панель. Руль покрытый кожей. Здесь кожа уже немножко потемнела в ходе эксплуатации. Мелкие заломы видны. Ручные регулировки. 19-й год на заводском шильдике. Таблички также есть. Есть крыша объемная, посмотрите. Со светильником по центру. И также есть два ряда сидений в задней части салона. Здесь у нас подлокотники в этой области поднимаются, опускаются. Можно тоже отрегулировать высоту режима коэктив. Эктив-экверния. Здесь у нас система курсовой устойчивости. Подогрев рулевого колеса. Кройс-контроль. Есть также, посмотрите, здесь кондиционер. А, нет, не кондиционер. Здесь у нас идет климат-контроль. Небольшой дисплей на центральной консоли. Подогревы, вентиляция трехступенчатая. Блокировка также есть. Вот такого вот вида передняя часть салона. Давайте заднюю теперь покажу. Дверь откроем. Обратите внимание, здесь подогревы на подлокотнике. Вот они, эмблемки. Объемная крыша. Задний ряд тоже из двух сидений состоит. Здесь у нас тоже дисплей, посмотрите. Разъемчики. В общем, посмотрим, до сколько тоже этот автомобиль продастся сегодня. Закрываем и идем дальше. Друзья, давайте теперь перейдем к осмотру зарубежных автомобилей. Перед нами немецкий автомобиль BMW 520D 5-й серии. Покажу примерное состояние. Есть портрольники впереди. Хромированные элементы на решетке радиатора. Эмблема. В центральной части. Давайте рассмотрим аукционный лист. Покажу всю информацию. Оценка аукциона АБ 2020 года. Выпуск автомобиля. Дизельный двигатель объемом 2.0. Пробег 64 тысячи километров на данный момент. Комплектация лакшери. Передний привод. И посмотрите. Состояние по кузову. Никаких серьезных дефектов не заявлено. Силовая система не ремонтировалась. В ремонте не была. Давайте покажу остальную часть. По кузову все элементы. Вот так вот выглядят диски автомобиля. Размер дисков 18. 245 на 45. Дальше идем. Покажу для тех, кто не видел этот автомобиль. Вот таким вот образом он выглядит. В задней части тоже камера присутствует. Пассажирская сторона. Партроники тоже есть. Задние фонари объемные. Открываем дверь. Есть бесключевой доступ в авто. Показываю его внутреннюю часть. Вернее салон. Вот посмотрите. Таблички различные. 20-й год. Март месяц. Даже вот на русском языке написано. Инициализация. Кнопочки памяти сидений на два положения. Электрорегулировки. Все работают должным образом. Небольшие заломы наблюдаю. Полученные в ходе эксплуатации. Кожа с перфорацией. На сидениях. На крыше панорамный. Вернее просто люк. Задний диван. Темная кожа. Такая вот. Шоколадного оттенка. Руль кожаный. Посмотрите. Хэнсфри имеется. Держание в полосе. Полностью цифровая приборная панель. 64 тысячи километров. На данный момент пробега. Двухзонный климат-контроль. Небольшой дисплей на центральной консоли. Режимы вождения различные. Система курсовой устойчивости. Автохолд. Партроники. И небольшой блок управления мультимедиа. Автомобиля. Здесь у нас блок управления освещением авто. Таким вот образом выглядит передняя часть салона. Показываю заднюю часть. Тоже как видите. Диван темный. С белыми такими вот строчками. Прошитыми. Трехступенчатый подогрев заднего дивана тоже есть. Здесь кармашки. Как видите. Салон. Таким вот образом выглядит. Нормальное состояние. Этот автомобиль, друзья, наши менеджеры могут вам посчитать под ключ в нашем телеграм-канале. Проходите туда. Оставляйте заявки. Вот такой автомобиль тоже можно встретить на аукционе. Японский автомобиль. Lexus. Гибридная версия. Это у нас модель RX 450. В таком вот синем цвете. Аукционного листа нет. Чуть позже всю автомобильную информацию вам на экране пропишу. Портроники. Обратите внимание. Синяя эмблема. Говорит о том, что автомобиль гибридный. Диски показываю. Таким вот образом выглядит диск автомобиля. Идем дальше. Немного поверну камеру, чтобы показать боковую часть. И задняя часть кузова этого авто. Смотрится автомобиль отлично. Посмотрите в этом цвете. Хромированные вставки на крышке багажника. Камера тоже присутствует. Салон. Давайте заглянем теперь. Есть небольшие. Так, заломчики вижу вот здесь вот. Совсем незначительные. Далее показываю все таблички. 19-й год. Январь месяц. Пошли дику. Кнопочки памяти сидений на три положения присутствуют. Красная кожа в салоне. Показываю задний диван. Панорамный люк на крыше. Посмотрите. Электрогулировки переднего пассажирского сидения. Также есть. Руль кожаный. Трехспитцевый. Hands-free присутствует. Удержание в полосе. Здесь у нас цифровая приборная панель. Тоже различные опции. Подогрев руля. Двухзонный климат-контроль. Часики. И довольно объемный дисплей на центральной консоли. Автохолд. Подогревы трехступенчатые. Вентиляция. Автохолд. Видите. Элементы мультимедиа тоже есть. Давайте пройдем теперь в заднюю часть. Покажу, как выглядит салон. Здесь тоже диван с перфорацией. Есть шторки на стеклах. Поднимаются, упускаются. И подогревы трехступенчатого заднего дивана тоже есть. Ну, как видите, такое состояние. Я еще не видел аукционалист. Посмотрим, за сколько по итогу продастся. Идем дальше. Вот такой вот автомобиль тоже хотел вам показать. Немецкий еще один Mercedes-Benz в черном цвете. Давайте заглянем сразу в аукционалист. Здесь он имеется. Покажу все характеристики. Оценка аукциона. Две буковки А. 26 тысяч километров пробега. Двухлитровый дизельный двигатель. Это у нас модель W213 и класс E229. По кузову и по силовой системе, как видите, без каких-либо нареканий. Все нормально, согласно аукционам листу. Давайте теперь покажу. Кузовную часть этого авто. Партроники есть. Объемная решетка радиатора впереди. Показываю диски, как выглядят. Диски 18-й установлены. И остальную кузовную часть этого авто я тоже покажу. Смотрите, E220D на крышке багажника. Такая надпись. Видите, вид в целом неплохой. Партроники задние есть. Тоже откроем дверь. Без ключевого доступа присутствует в автомобиле. Смотрите, салон. В таком темном исполнении. Оформление. 19-й год по шильдику. Электрорегулировки. Память сидений. Подогрев. Все на дверной карте, как видите. Кнопочки. Кожаные сидения. Задний диван показываю тоже. Но салон в целом неплохо выглядит. Здесь люк на потолке. Руль покрытый кожей. Смотрите, hands-free на руле. Аналоговая приборная панель. Удержание в полосе из опций. Двухзонный климат-контроль. Небольшой дисплей. Элементы из дерева. Посмотрите на центральной консоли. Кнопочки. Мультимедийные, навигационные. Здесь у нас также камера, партроники. И мультимедийная зона управления автомобилем. Теперь заднюю часть тоже показываю. Видите, тоже все неплохо. Небольшие заломчики на сидении вижу. В целом не критичные. Трехуровневый подогрев заднего дивана тоже присутствует. Посмотрим, за сколько продастся этот автомобиль. Друзья, вам могут наши менеджеры в телеграм-канале посчитать под ключ. Переходите в наш телеграм-канал. Идем дальше. Друзья, я в завершении покажу вот этот автомобиль. Довольно известный представитель электромобилей. Это Tesla Model 3. В белом цвете. В таком вот светлом оформлении. Давайте покажу примерное состояние этого авто. Но для начала заглянем в аукционалист. И как обычно покажу всю автомобильную информацию. Оценка аукциона АБ. 2020 года выпуска автомобиля. 45 тысяч километров пробега. Версия Long Range. По кузову никаких серьезных повреждений не заявлено. Силовая система тоже, как видите, в ремонте не была. Давайте теперь перейдем к осмотру кузова. Как видите, патроники есть. Есть эмблема Tesla на крышке капота. Покажу теперь, как выглядят диски. Вот таким вот образом диски выглядят. Посмотрите. Черного цвета. Размер 18. Резина Michelin. Переверну немножко камеру, чтобы показать боковую часть этого авто. Как видите, ручки утоплены в двери. И создается вид такого вот оттекаемого кузова автомобиля. За счет того, что этих ручек не видно. Патроники в задней части есть. Тоже посмотрите. Синие номера. Здесь у нас надпись Dual Motor. Показываю пассажирскую сторону. Давайте теперь перейдем в салон авто. Здесь необходимо нажать и потянуть ручку на себя. Открываем дверь аккуратно, чтобы не задеть рядом стоящую машину различные таблички. Стикеры наклеены 20-й год, 7-й месяц на шильдике заводском. Смотрите, все такое минималистичное. По оформлению в салоне. Задний диван. Таким вот образом выглядят передние сидения. Есть электрорегулировки. Как видите, ничего лишнего здесь нет. И есть также, посмотрите, элементы из дерева. Давайте присядем. Редко такие автомобили показываем. Объемный дисплей. Довольно-таки. Трехспицевый руль. Элементы управления различные. Здесь, чтобы громкость понизить. Тоже рычажки различные. Имеются сбоку подставки для телефона. Довольно, посмотрите. Сразу в глаза бросается вот этот вот дисплей. Навигация. Все в нем, как видите, самое нужное есть. Все довольно-таки плавно листается, без проблем. Отзывчивость отличная. Никаких подтормаживаний и подвисаний. Работает все нормально. Внизу здесь у нас не подстаканники, а вот ниша небольшая есть. Тоже можно разместить свои различные аксессуары, инвентарь. Подстаканники здесь. Здесь у нас подлокотник. И на крыше у нас такой вот, смотрите, панорамный люк. Тянется в заднюю часть. Показал, в общем, переднюю часть этого авто. Теперь покажу, что у нас имеется здесь. Смотрите, задний диван. Тоже ничего лишнего здесь нет. Диван. Дефлекторы. И здесь у нас кнопочки стеклоподъемников. Вот такое вот оформление автомобиля. Тоже можете приобрести этот автомобиль. Стоимость автомобиля, этого автомобиля под ключ, вы можете узнать в нашем телеграм-канале. Переходите туда.